Они лучшие. Это их праздник. И сегодня их день. Уверенные походки победителей. Девочки 12-13 годов рождения из 57-й школы выходят на награждение. В финале они не оставили шансов соперницам из школы номер 45. Выиграли со счетом 5-1. Настроение просто отличное. Очень хорошее. Мне очень нравится тут играть. Тут очень хорошее покрытие. Почаще таких турниров. Мы играли в финале с плачей команды «Блоклавой». Очень сложно. Мы думали такую тактику, что мы взяли и выиграли 5-1. Они держат марку. Традиционно сильно на состязаниях выступают воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища, Севастопольского президентского кадетского училища. Как и в прошлом году, подопечные Александра Сугака завоевали золото сразу в двух возрастных категориях. Уборно боролись в финале с первой гимназией. Одержали победу. Была интересная игра. Победить удалось за счет тактики. Мы играли лучше. У нас все получилось. У нас хорошая команда. Каждый знает, что делать на поле. Уполнять свои задачи. Все было хорошо. Все это – региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди образовательных учреждений. Игры проходили в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В течение нескольких дней в спортзале физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Шевченко лучших определяли 29 команд – 16 юношеских и 13 девичьих. Коллективы были разделены на 4 возрастных категории. Самым младшим участникам 10 лет, старшим – 17. Но только для того, чтобы получить шанс побороться за медали и попасть в городской финал, командам предстояло пройти серьезный отбор. Наши соревнования, региональный этап общероссийского проекта «Мини-футбол школы» в городе Героя уже проводится в восьмой раз. И вот в рамках «Спартакиады школьников» мы в этом сезоне просто побили, как говорится, все предыдущие показатели. Впервые у нас практически стопроцентный охват участников, 57 школ. Выставили 157 команд, которые поборолись за, как говорится, призовые места. Безусловно, очень приятно оценивать и видеть заинтересованность и преподавателей физической культуры, которые готовят команды для участия в соревнованиях, и руководителей общеобразовательных организаций. Дело в том, что данное мероприятие является основным мероприятием нашей «Спартакиады школьников», которые проводятся при поддержке губернатора города Севастополя Михаила Владимировича Развожаева. Это его и была инициатива. Он поддерживает этот проект. Награждали по традиции не только коллективы команд победителей и позеров в состязании. Отдельные призы подготовили и для лучших игроков в каждой возрастной категории. Как и в прошлом году победители соревнований среди юношей, а это четыре команды, поедут на всероссийский финал. Он пройдет в марте в Нижегородской области. Кроме двух коллективов филиала Нахимовского военно-морского училища, о которых уже говорилось выше, честь города-героя на всероссийском уровне будут защищать ребята из 22-й школы и из гимназии номер один имени Пушкина. Светослав Данилов, Михаил Волобуев, Новости Севастополя.